Чтобы поговорить про это, отправляемся в Москву. Как и было обещано, в Останкинской студии нас ожидает заслуженная артистка России Елена Кондулайнин. Елена, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но вы не сказали, что я еще певица и автор песен. Ну вот вы это и сказали сами. Елена, вот смотрите, наверное, с момента вообще первого момента эротической сцены в кино всегда есть люди, ну тем более облеченные властью, которые стремятся эти сцены прикрыть, запретить. Мотивирует это тем, что это наносит ущерб нашей зрительской нравственности. Как вы считаете, это действительно наносит, это кого-то может вообще вот как-то убить чью-то нравственность? Или не надо этим заниматься? Вы знаете, вот меня всегда удивляло, что реки крови, которые показываются, они не убивают никакой нравственности. То, что дети беспризорные и детей насилуют, это не является, понимаете, нарушением нравственности. А почему-то является нарушением нравственности красивое тело человеческое. Это произведение искусства, на мой взгляд. Елена, скажите, а вот мы сегодня обсуждаем тему про это и говорим, что делать делаем, а говорить-то про это мы не умеем. Как вы себя чувствуете при обсуждении этих тем? Участвуете в разговорах или смущенно избегаете? Вы знаете, вот сегодня, ну у меня недавно был пример разговора про это. Мне сказали мои оппоненты, что они мне сбросятся на билеты и отправят меня обратно в Финляндию. Потому что я говорила, почему, наверное, я стала первым секс-символом в этой стране. Потому что отношение в Финляндии совершенно другое к обнаженному телу. Там, может быть, поэтому и нет изнасилований. Но там нет взгляда пошлости, понимаете, на обнаженное тело. Там совершенно другая культура восприятия. И это всегда болезненный разговор. То есть была драка, меня хотели вообще просто закопать. Кричали все пошлость, порнография и все такое. То есть до сих пор это очень болезненно. Елена, а вот вы знаете, сексологи жалуются, что у них мало работы именно в России. И люди обращаются к сексологам именно тогда, когда не просто проблема, а когда проблема-проблема. Как вы считаете, вот с вашей точки зрения, что может изменить эту ситуацию? Ну, мне кажется, что преподавать в школе нужно какое-то занятие, отношение вообще к любви. Потому что это же аспект любви. Дело в том, что я считаю, что у нас страна все-таки религиозная и мусульманская. Поэтому очень трудно. И христианская тоже. Ну, кстати, у нас, давайте мы об этом чуть позже тоже поговорим, о религии. У нас и в христианстве-то всегда это было Богу неугодно на самом-то деле. А скажите, Елена, как вы считаете, с детьми об этом надо родителям говорить? Или все-таки пусть они узнают от сверстников, из интернета, жизнь научат, подскажут? Я думаю, что нет, жизнь не научат, подскажут. Поэтому, в общем, такое отношение. Наверное, это с детства нужно прививать все-таки к культуру. Культуру отношения к человеческому телу, к его красоте, к его духовному миру. То есть просто занятие должно быть. Елен, школа, вы сказали про уроки уже, школа, это понятно. Но на мой взгляд и вкус все-таки основа закладывается не в школе, а в доме, в семье. А как в семье родителям, которые не умеют сами разговаривать на эту тему, общаться еще и с детьми про это? Наверное, все-таки самим тоже как-то оккультуриваться в музеи, ходить, смотреть, что вообще-то человеческое тело – это произведение искусства, может быть. То есть через искусство? Скажите, а у вас есть какой-то свой собственный, так сказать, словарь вот этих вот запретных частей тела, которых мы стесняемся называть? И скатываемся или в мат, да, или наоборот в какую-то там такую медицину, или в сюсюканье-пусюканье? Смотря как подать, вот недавно я там в одной социальной сети опубликовала по телевидению один репортаж из Финляндии, в котором рассказывали, как ухаживать за некоторыми частями тела просто. И показывали, как бреют женщин, понимаете? Но это не было, вот в Финляндии это нормально воспринимается. То есть в некоторых странах это абсолютно по-другому воспринимается. Здесь до сих пор это считается, знаете, вот предметом такого зажима. Но вы сами вслух-то не произносите этих слов. Смотрите. А я потому что нахожусь в этой стране. Понятно. А то есть в Финляндии всё иначе? В Финляндии всё иначе, в которой нельзя это произносить. В Финляндии всё иначе, вы там произносите? Нет, дело в том, что там произносят просто, там как бы другая культура. В какой ты культуре находишься, такой ты так от себя и ведёшь. Вот и всё. Спасибо. Спасибо, Елена.